итак друзья для создания этого видео я использую вот такой стабилизатор изображения сейчас я естественно снимаю с руки стабилизатор называется смуз q3 на шильдике написано модель модель sm113 вот здесь на наклеечке держателя сотового телефона написано программа которую надо загрузить пульт управления имеет данный стабилизатор аккумулятор встроенный стабилизатор заряжается стандартную зарядку сотового телефона ну и для информации клип который вы видели в начале видео создан с помощью бесплатной заготовки который идет в комплекте с программой для этого стабилизатора я снимаю с рук с помощью названного в начале видео стабилизатора представляю вам вот такую коробочку открываем ее и видим вот такое чудо хотел сказать советской техники ну братья демократы сделали его это плоттер плоттер называется полтик мдг 105 или стандартное название sm64 35 вот такой комплектик практически не использованный с инструкцией по эксплуатации 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 по эксплуатации общая на все мдг сотой серии выпуск готовится 1987 год так вот наши специалисты здесь на какой-то старой рекламки оставили записи по работе данной техники скорость 4800 бот 7 бит 2 стоп бита контроля dd так инструкции по эксплуатации на русском языке это самое главное все расписано на и подробнейшие все характеристики устройства даны так вот здесь вложен распечатанный тест это тест самопроверки вот 4 разноцветных квадратика дальше разноцветные символы строки пошли в конце видео мы сделаем то же самое распечатаем такой тест в приложении здесь даны рекламные программы с помощью которых вы можете распечатать некую завлекаловку вот видите вот одна программа тексты и вот такую картинку печатает следующая вот такую картинку печатает такую и последняя у нас печатает вот такой квадратик волшебный расписаны все сигналы интерфейса очень подробно расписан сам интерфейс видите для связи с м графопостроитель применяется параллельный интерфейс центроникс и rpr-м низкий уровень высокий уровень сигнала соответствует стандарту ттл и для кулибинах расписан подробно сам разъем со всеми сигналами ножками название гнезда которые используются в данном плотере эльтра 881025 так откладываем инструкцию по эксплуатации в сторону я ее изучил и посмотрим комплект так сам аппарат плотер это держатель для бумаги и зип какой-то предохранитель шайбочки так сетевой провод интерфейсный провод и как я понял это переходник какой-то это я не знаю что это такое какой-то переходник то есть запасной разъем сейчас мы установим его подключим к сети и включим и так друзья аппарат извлечен из коробки нам из зипа понадобится только держатель бумаги устанавливается он просто сзади есть углубление которые сжав этот держатель мы вставляем до щелчка так установлен теперь подключаем сетевой шнур сетевой шнур стандартный не компьютерная радиоэлектронную такой включаем в сеть итак друзья подключив питание мы включаем расположенный слева выключатель лотер тестируют кассету с цветными карандашами сразу оговорюсь цветные карандаши я распаковывать не стану потому что они запакованы у меня чтоб не сохли так дальше выставив шевельную листа вот этим упором подносим бумажку и прогоном вперед загружаем ее как в инструкции написано чтобы бумага прошла барабан с карандашами так крышечка вот так вот закрытом виде выглядит но при закрытом крышке не видно саму печать головку я вот так открою и буду показывать в открытом виде теперь запускаем тестовую печать при нажатой функциональные клавиши жмем клавишу прогона и начинается тест тест начинается с печати разноцветных квадратиков видите меняется цвет барабан крутится и дальше пошли строчки символов вот язычок бьет по цветному карандашу эти постоянно и при необходимости меняется цвет карандаша вот видите поворачивает как мы видели в начале тест состоит из четырех квадратиках разных цветов и я уже забыл трех или четырех строчек сейчас вторая строчка пошла обратите внимание что бумага не стоит на месте движется вперед назад не как в принтере в одном направлении а и вперед-назад она движется так так третья строка пошла вот опять сменился карандаш все тест закончился бумагу можно извлечь следующим образом закрою для красоты вот прогон нажимаем здесь прогон может вперед построчно быть назад построчно и при нажатой вперед вынимаем лист все вот мы закончили наш тест для 87 года конечно колоссальный прогресс я помню когда в 90-х мы получили такие плотеры это была сказка не забудьте подписаться иногда выкладывают что-то интересное всего доброго спасибо за внимание ありがとう прозывание это 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 Продолжение следует...